Моя тема это православная молодежь в современном обществе, что она делает, что она занимается и как она себя в этом обществе чувствует. Самое главное. Я вообще буду затравить проблематику, то есть проблемные моменты. Сам являюсь церковнослужителем учащимся Центра подготовки церковных специалистов. То есть я в будущем, возможно, священник буду. Поэтому, собственно, можно относиться ко мне максимально критично. Но, как можете видеть, я еще без дрюха и у меня нет машины. Абсолютно верно. Наиболее схожая в историческом понимании проблематика у нас сейчас это с концом царской России. То есть у православной надежи революционный настрой, некоторые реформаторские идеи. Но в конце царской России они не возымели успеха и все прошло вообще. Татарры, советская власть, куда-то. Сейчас, возможно, многие действительно здесь присутствующие такого толка антиклирикального. Я, в общем-то, нисколько не против. Сам немного антиклирикальный. Я просто к тому, что это не смешно на самом деле. Это так. Внутри церкви существует огромное количество течений. И я вам сегодня подробно расскажу, что такое разнообразие жизни во Христе. Потому что думаю о том, что все прям молодые люди, такие елейные ребята, которые только и знают, что там лоб опор разбивает. То есть, что не так. Вот. Значит, суть в чем? Я построю свой диалог с вами. Последующий тип я разделю его на четыре части. Сначала это православный молодой человек и социум. Потом православный молодой человек и церковь. Православный молодой человек и государство. Православный молодой человек и наука. Ну и определенные выводы. Если мы, конечно, с вами успеем. Итак, православный молодой человек и социум. Давайте я вам задам вопрос. Вы попытаетесь на него ответить. Как вы себя ведете с человеком, когда вы узнаете, что он православный? Молодой. Если вот моего возраста, мне 29 лет, может, моложе. Вы узнаете, что он православный. Допустим, вы пришли в какую-то компанию теплую, знакомых вам, хороших людей. Как вы себя чувствуете в компании с таким человеком? Кто-нибудь может это видеть? Если он ничего не навязывает. Если он ничего не навязывает. Если он ничего не навязывает, то, в принципе, это не я. Это не я. Это не такой же человек. Ну, что вы понимаете под навязыванием? Это как бы слово довольно абстрактное. Ну, утрируя. Если не кушать, он просит себя помолиться. Утрируя. Очень сильно утрируя. Хорошо. Но, смотрите, допустим, так, да. Ну, на самом деле, огромное количество православных христиан, особенно среди молодых, считает, что это неэтичное и неправильное даже с христианской точки зрения молиться в присутствии нерывающих людей. Поэтому, на самом деле, так мало кто-то делал. Не, ну, это не совсем правильно. Но я-то говорю вот о чем. Если человек живет внутри этой культуры, он же не может быть отделенным от нее. Следовательно, его некоторые культурные аспекты, они все равно как-то проявятся. Все равно это будет как-то заметно в любом случае. И если вы окажетесь таким человеком, и эти аспекты будут резать вам глаза, то наверняка вы будете чувствовать себя некомфортным, так? Ну, если представить себе, допустим, предположим, простую вещь. Идете вы вместе с православным человеком по городу. Стоит православный храм, и, в общем, он идет, и он перекрестился. Все равно, да? Я просто был православным. Отлично. А если просто бабушка, и влияние они. Хорошо, хорошо. Я тоже был православным. Стоит себя неловко. Вот, на самом деле... Неловкость. Да, определенная неловкость у многих людей есть. Ну, сам, по крайней мере, я встречался, общался с людьми, они чувствуют себя неловко вообще не со мной. Моя тема вообще не... ну, она взята неспроста. Я когда учился еще в школе, то есть, получается, примерно с 7 по 11 класс, я тогда уже пришел к вере, и я чувствовал себя невероятно, скажем так, отрешенным. То есть, я был такой белой вороной, мне вообще, ну, часто даже скажу, что так били, ну, как-то, можно сказать, унижали. Ну, просто потому что я верил. В общем-то, я никогда ничего не пропагандировал, просто старался быть тихим человеком. Не пил, не гулял. Ну, в общем, потом меня сломали, конечно, я пил, гулял, но потом вернулся, да. Вот. В общем, ну, ладно. Да, теперь без воды. Значит, итак. Я хотел бы, чтобы в обществе к православным, к молодым людям относились с пониманием просто потому, что это определенные люди определенного культурного пласта. Среди них есть очень много реформаторов, либеральных людей. У меня есть огромное количество знакомых православных христиан, либерального толка, очень хорошие люди. Вот. Я просто пытаюсь призвать к чему? К пониманию того, что это не люди, скажем так, исключительно елейные или же пропагандисты. Они весьма разные. Вот. Это, значит, я вас ввел по православному молодому человеку социуму. Если у вас есть какие-то вопросы, можете сразу их задать мне. Да. А я буду сторониться. Собственно, касательно возникающего культурного коллапса получит светского человека при виде культурной ценности православного человека. Ведь можно сказать, что делает кто-то православный. В принципе, любой носитель культуры, даже не то, чтобы сказать непопулярно, будет неправильно, любой носитель культуры, который отличается от общепринятой светской культуры, будет в принципе подвергаться и подобным же отношениям. Почему же именно в православии здесь акцент? Если, например, у вас взаимодействие на европейские радикальные власти, как бы совершенно это не звучало, будет то же самое. Вполне возможно, но в нашей стране православная культура, она, скажем так, наиболее ярко выражена. И на данный момент, из-за, возможно, некой ее поддержки государством, она становится все ярче и ярче. Она, да, она резонирует. Привыкаете с этим жить? Нет, я не говорю, что обязательно привыкайте. Может, что-то решать, что-то реформировать. Но я просто к тому, что на данный момент действительно интернет испещрен либо пропагандистскими с одной стороны постами, либо пропагандистскими с другой стороны постами. То есть, собственно, видно, что есть некое противостояние общества и православной церкви. У меня такой вопрос. Ваш некоторый такой тон выступления отношений к православным, как в современном обществе к православным, складывается такое впечатление, что сейчас в православии такая катакомбная вера, которую его притесняют, одержают и вовсе церковь бусленируют. Вот у меня взгляд совершенно как раз другой, что сейчас как раз можно быть православным, что вот куда-то придешь, в аэропорт, там, где самые дорогие места отданы за продажу православных сувениров. То есть в православии такой, живой такой ренессанс, где построила огромное количество храмов в православной церкви, в школах, в университетах. И в общем, православие такая модная, трендовая штука, финансово поддерживаемая и поощряемое общество. А вы говорите про какое-то другое православие. Мой вопрос такой, почему вот ваше такое, почему вы ощущаете, что православность сейчас в России? Я понял ваш вопрос, я отвечу на него так. Это и так, и не так. Действительно, на православную культуру появился спрос, она стала модной. Но православие не ограничивается только культурой и эстетикой. Это не только эстетика, не только ношение крестов. Ну, знаете, эстетически православие можно встретить на каждом втором заключенном. Там у него иконы, храмы на полоте, да? Но это же не говорит, что они обязательно сразу православные. Православие, то есть христианская религия, никогда в обществе не живет как что-то легкое, спокойное. Православному человеку нелегко ни в какие времена, но потому что он, собственно, безумен для общества. Вы говорите «безумен для общества», а между тем, как мне кажется, православие – это сейчас как единая Россия. Ты в православие пошел, и у тебя будет успех. И насколько я вижу ситуацию в России, православие – это как прицеление. Православие – самодержавие народности. И что конец 19 века, что сейчас 21 век, и наша всея Руси, безусловно же, будет поддерживать. И у меня складывается ощущение, что это исключительно, почему молодые люди лезут политически, там, в молодая гвардия Единая Россия, я с такими общаюсь, да, разговариваю с ними. Для чего они туда лезут? Для своих личных целей, личной выгоды. И ощущение, что молодой православный – то же самое абсолютно. И какая цель у вас, почему вы туда лезете, когда вроде бы как сейчас уже всем все ясно, что будущее за астрофизикой, за космосом, вот за всем этим, не за поклонением, не за крестами. И когда я вижу, когда люди едут в автобусах, видят церковь, крестятся, ну и что вы делаете? Для чего вы все это делаете? Я понял ваш вопрос, я понял. Ну, вы сразу затронули все темы, которые я хотел затронуть по очереди, очень часто, если мы касаемся церковью собственной. Ну, я понял вас. Собственно, я, конечно, не могу с вами согласиться, что будущее определенно за астрофизикой и так далее. Я знаю, что наука важна, но я, в общем, потом коснусь науки и церкви. Но сейчас я отвечу на ваш главный вопрос, то есть что это модно, что это просто, легко, что православный человек ждет успех. Не просто и легко, это выгодно. Это выгодно, да. Для многих людей, я согласен, это для многих людей выгодно. Но, как я уже сказал, так как на эстетику, православную эстетику прошла действительно мода, культура государства его поддерживает, многие люди действительно попадают туда нечистые на руку, нечестным путем и ищут нечистых целей. Но это не говорит о том, что православие как идея является собой что-то злое или плохое. Ни православие как идея, ни человек идейный, идущий туда, не является собой что-то плохое. Он не обязан быть злым, плохим, кого-то ненавидеть. Не только не обязан, но и не должен. А раз не должен, значит, в общем-то, никаких проблем с ним нет. Я имею в виду, что, сталкиваясь с тенденцией людей, нечистых на руку, попадающих в церковь, это не говорит о том, что церковь вся такая, и что это вообще церковь. Одним словом, нужно отделить понятие, допустим, юридической организации от евхаристического сообщества. Мы понимаем церковь как евхаристическое сообщество, то есть тех людей, которые ищут спасения с помощью, ну, скажем так, веры и добрых дел. Вот то, что вы сейчас сказали, сама вера хорошая, попадаются в плохие люди, но это, в принципе, то же самое, что вот про коммунизм. Коммунизм – идея замечательная, а вот попались в плохие люди, и этот опыт у нас не удался. Полностью с вами согласен. Я сам... И, в принципе, между вот коммунистической идеей и религиозно-черковских христианств очень много общего. Согласен. Вот взять, к примеру, иконостаж у нас члены полетбюро висели. Правильно? Да, да. Ветский завет, а тут собранцы 7-8 Ленина, Боральный кодекс строителя коммунизма, там, место, там, причастие, а тут подсобрание, там, и так далее. Ну, вообще, идеологии, они, в принципе, все схожи. Но вот, в отличие от идеи коммунистической, все-таки, православство, христианские идеи, но как-то отталкивает больше и, в первую очередь, некоторыми своими атрибутами. Вот, например, если бы вы носили на дуле, скажем, на цепочке биселиксы с повешенной на ней человеком, что вы бы подумали про вас? И про кого-то, кого-то увидели? Что в чем-то, что-то ненормально. Так ли? Но в эпоху, когда, собственно, крест был как орудие казни, это был самый позорный казнь? Вот я об этом и говорю, что фактически вы на дуле носите орудие казни с умирающей на ней человеком. И вот на себе... А потом... Нет, я сразу говорю о том, что меня вот отталкивает. Потом, дальше такие вот атрибуты, как, скажем, причастия. Вот поедать просверки и пить вино. Фактически, это же ритуал каннибализма и вампиризма, поскольку едят тело Христа и пьют кровь, как сказать. Вот это мне тоже совершенно непонятно. Но больше всего... Но больше меня всего... Да, вы просто обобщите, сократите, простите, ревью, это смысл. Да, да, да. У меня как-то есть. Ну, больше всего меня, конечно, я обсуждать нас с предыдущим актером насчет того, что фактический сердце церковь это за три тракционера на общество Христос и Де. Поскольку, если посмотреть, сколько... Как живут наши большие прапорщики, а среди священников почему-то очень много больших прапорщиков. Я понял. Я понял вас. Я просто давайте сразу вам скажу важную вещь. Дело в том, что я же здесь не проповедую. То есть я здесь пришел не в смысле вам говорить там, церковь все цело хорошо. Вы не обязаны любить церковь ради эстетики. Эстетически вам это может казаться каннибализмом, вампиризмом. В смысле, в обществе мы все-таки хотим проповедовать свободу. Мы здесь все-таки свободные ребята. Ну вот я хочу вам сказать да, ребят, но вот есть еще свобода совести, свобода воли изъявления, свобода вероисповедания. Вот она у меня тоже есть. Я как бы хочу сказать, что я выбрал такое вероисповедание, которое сейчас всем очень сильно не нравится. Но я хочу сказать, почему оно неплохое. Я в смысле не говорю, что... Понимаете, если бы здесь с нами сидел человек, который выбрал религии папуасов, вы бы относились к нему значительно проще, хотя папуасы в древности съели больше людей, чем христианин. Я не считал, сколько кто отжег. Что касается социума и общества по отношению к православию, тут, наверное, проблема заключается в том, что люди, когда они слышат что-то о православии, у них такая ассоциация возникает на ПЦ. А нужно, наверное, как-то разделять этот ПЦ как к организации и православие как общие религи. Абсолютно верно. Потому что люди, когда они слышат что-то о православии, у них возникают сразу такие негативные образы, вот эти популярные сейчас. Да, дело в том, что, как я уже и говорил, то есть РПЦ, это же аббревиатура, то есть аббревиатура, вообще-то, и несколько поздно. Русская православная церковь существует как церковь и как юридическая организация в мире. Каждый человек с точки зрения церкви несет ответ перед Богом лично. Если есть священник, который совершает какие-то ритуалы, но сам нечисть на руку, живет плохо, он сам даст свой ответ перед Богом, сам будет жить. Но это вовсе не означает, что церковь сама по себе погибает. Мы считаем, что если в церкви остался всего один достойный человек, а все остальные недостойные, то церковь еще не погибла. То есть у нас такая точка зрения, потому что церковь, она там, где двое или трое собраны посредина. Ради имени моего сказал Господь, там я посредине. Вот. А суть в чем? В том, что, смотрите, вы когда приходите в медицинское учреждение, вы заранее знаете, что в медицинском учреждении есть коррупция. Все знают, есть же нечистые наруки у медики. Их много, главные врачи, которые воруют. Но когда у вас вдруг заколол аппендикс, вы все равно туда идете. То есть у вас заболело горло, вы все равно идете к врачу. То же самое в церкви. То есть мы знаем, что там есть наверху в иерархии люди нечистые наруки, но это вовсе не означает, что... Они не колдуны, они не исполняют ничего вообще. То есть у нас, с точки зрения, в церкви человек вообще не исполняет. Просто форма служения. Их форма служения. У нас как бы все делает Бог. Вот. Вот. Я взял такой вопрос. Прежде всего, хочу начать с того, что, как я заметил, отношения религиозных людей в нашей стране несколько коррелируют с отношением церкви к религии. То есть, как, в принципе, многим известно, человек православного толка ставит духовность превыше каких-то гидранистических влияний, превыше каких-то наслаждений. Но, как сейчас это особенно заметно многих, например, людей атеистической, мысли раздражает тот факт, что церковь таки сильно подвергается вот этим вот гидранистическим влияниям. Они замечают патриарха на яхтах, все вот эти, вот, знаете, те самые сборы, огромные церкви, застраиваемые вместо какой-то инфраструктуры вроде больниц и детских садов. Как в то время, например, православные греки те же самые живут в пункте отшельничестве и, по сути, таких трат себе не позволяют. И вот у меня такой вопрос, как вообще молодые люди, православные, собственно, люди в наше время, например, вы, ваши знакомые, которые так же считают себя верующими, относятся к отношению церкви, нашей российской православной церкви, к религии, и как они относятся к тому, что сейчас, собственно, происходит со всеми этими сборами, со всеми этими тратами, и что нужно, собственно, менять, люди в нашей стране не относились так агрессивно к отношению к религии. Как я уже сказал в самом начале своей дискуссии, что сейчас очень схоже у нас настроение православной молодежи с православной молодежью конца царской России. Реформаторский настрой среди православной молодежи сейчас очень сильно растет. Это вы можете, то есть, чтобы я не был голословным, вы можете заметить это в интернете, допустим, среди таких блогеров, как Александр Пантелеев, Маргарита Филатова, православные блогеры на паблике Академии порядочных семинаристов и множество других вот таких вот групп, где явно можно увидеть определенный реформаторский настрой. Притом связанный не с попытками что-то сделать прогрессивное, а как раз консервативным путем. То есть, давайте вернемся туда, где все было правильно и хорошо, потому что мы накосячили. нет, не староверный, это здесь ни при чем. И вернуться можно сказать в некоторых вопросах нравственности вообще к первым векам христианства. Дело в том, чтобы вы понимали, в чем суть, почему, собственно, искажение допустимо. Мы считаем, что Иисус Христос, Он является и Богом, и человеком. 100% от Бога, 100% от человек. Церковь – это тело Христа. Следовательно, церкви есть божественное и человеческое. божественное. Это неизменно, человеческое изменяемо. Мир меняется, определенные тенденции меняются, человеческое тоже меняется. Теперь та часть вопроса про то, как мы относимся к отношению не церкви, может, я не правильно сказал, а иерархов церкви, потому что церковь – это вообще иерархиевское сообщество, все общество. Я тоже церковь. Как мы относимся к отношению церковных иерархов к религии? Одних любим, других терпим. Вот так и сказал. Есть еще такой вопрос. Вы упомянули о такой интересной проблеме в своих бургах о отношении православного человека молодого и церкви. Это мне показалось странным, потому что, скажем так, а здесь какие могут быть коллапсы? Спасибо. Спасибо, Женя, что ты наконец-то дал возможность перейти к следующей степени, потому что я думал, что это никогда не выступит. Да, в общем-то, мы к этому и пришли. Православный христианин, молодой человек, внутри церкви тоже испытывает определенные проблемы. Он сталкивается, например, с елейностью. Человек, приходящий в церковь, допустим, только-только пришедший, вот он, допустим, пришел к вере, осознал некоторую правильность канонов, догматов, решил, что вот оно так. Он, придя в церковь, тоже наткнется на елейность. То есть сейчас на самом деле я вам раскрою, к сожалению, проблематику, существующую внутри. Это, например, всем известные бабушки. Но они не только бабушки, они еще и дедушки, и женщины, и молодые люди тоже. Бывают очень елейные люди, для которых традиционализм стал выше, чем догматы и каноны. Дело в том, что, допустим, существует русская православная церковь западного обряда. То есть это как католики, только православные. Вот у них очень, скажем так, все выражено, с этим хорошим термином, толерантно, просто. И они, в общем-то, очень, очень понятливо относятся к некоторым европейским ценностям, потому что они сами европейцы в основном. То есть в большинстве своем это все в Европе находится. Вот. Я просто к тому, что православный человек внутри церкви испытывает те же проблемы, зачастую, что и неправославный человек в церкви. Проблема только в том, что православного человека они не должны смущать, потому что это просто преграда, которую он должен преодолеть. Вот. Кроме того, православный человек внутри церкви, который уже находится там какое-то время, сталкивается с теми самыми проблемами, которые мы здесь часто обговариваем. Это антиклирикальные проблемы. То есть это проблемы журные попы, богатые епископы и прочие, и прочее, прочее. Но, как я уже вам сказал, то есть эта проблема примерно та же самая, что и с коррупцией в медицине. Что это только форма служения. Сами эти люди не колдуны, они ничего не делают. у нас пять минут, есть два вопроса, если кто-то хочет еще один, наверное, больше всего мы успеем. Ну, а время осталось четыре минуты. Вы сказали, что православный человек в обществе притесняется несколько, то, что вас не любят. Ну, не вас, а православный целый. Например, меня, да. Я лично считаю так, то, что это не проблема веры, а проблема религии. И, на мой взгляд, у людей в обществе сложилось мнение того, что религия есть инструмент управления государством. То есть, мы видим по телевидению, в новостях, то, что какие-то притеснения происходят со стороны религиозной. Не кажется ли вам идеальным решением полного разлучения понятий власти и религии? И тогда, если бы это стало полностью вольным движением, возможно, чтобы поддерживать те же там любые, свободолюбивые, молодежные движения али ЛППТ. Спасибо. Не, простите, просто этот, это очень хорошая тема, потому что она переходит к важному тезису, о котором мы хотим сказать, это православие и государство. Да, это очень важно. Возможно, даже важнее всего именно здесь, на Баркемпе, вот такая тема очень важна. Дело в том, что, во-первых, да, я уже разделил перед вами понятия юридической организации и юридического сообщества. Это раз. Два. Собственно, мне может действительно многое касаться, но я только представитель церкви, а не вся церковь целиком, поэтому я, допустим, не могу вам ничего конкретно по этому поводу сказать. Единственное, что могу сказать вам точно, что церковь как не может быть полностью слияна с государством, так и не может быть полностью от него отдалена. Дело в том, что церковь растет, количество прихожан растет, люди умножаются, это не может пройти невзамеченным для государства. Церковные иерархии все равно будут требовать каких-то привилегий, патентов от государства. Государство, если оно лояльно относится к православию, оно все равно будет давать эти патенты. Вопрос терпимости. Настоящее православное христианство, оно в том понимании слова терпимость, которое, возможно, в общем, в радикальном смысле, оно не может быть терпивым. Но в простом, то да, оно не только может, оно и должно быть терпивым. То есть у нас, как бы, главный атрибут любви это долготерпеливость. То есть мы долготерпим. И, собственно, я не приветствую ни один нормальный, адекватный православный христиан не приветствует закидывание, допустим, представителей ЛГБД-сообщества тухлыми яйцами, избиение людей, националистические сообщества. Ничего этого не приветствуется. И каждый, кто это тоже является, что он православный христианин, делает такие вещи, ему можно смело указать на определенные стихи священного описания и сказать, что он не соответствует, в общем-то, пониманию про самочетину. Можно вопрос, короткий вопрос, короткий ответ, а потом будет немножко обширнее. Качество или количество все-таки церковь на что наценивает? На качество. На качество. Вот, если не такой вопрос, считаете ли вы, лично ваше мнение, что как вы оцениваете в СССР, это было благо или горе? Это было благо или, значит, наоборот? Давайте так. Минута на ответ. Минута на ответ. Это и благо, и горе. Благо в том, что мы это выстрадали, у нас стало больше мучеников, и церковь очистилась. Очистилась, скажем так, вот Курай, очень хорошо на эту тему сказал, он сказал, что, собственно, это было наказание, собственно, за те самые грехи церкви, которые сейчас мы можем видеть. То есть, возможно, нас ждет то же самое, если мы не справимся. Ну, у меня вот вопрос-то продолженный, да. Союз, в котором не было религии, когда был атеизм, он был гораздо чище, гораздо нравственнее, и без церкви, по сути, было целомудрие, были нормальные человеческие отношения, и сегодня мы видим совершенно противоположное. И вы сказали, что церковь не может быть отдельной государством, в Советском Союзе она не была государством. Я соглашусь с вами по вопросу, она не была вне церкви. Не была. То есть, в смысле, церковь в советское время существовала, и влияние церкви очень долгое время было все равно в человеческом сознании среди людей. Оно делало, может быть, хранилось в некой вид своей веры, но церковь же никуда не пропадала, она существовала все время советского периода. Я в Украине в прошлом году был, один священник утверждает, что Сталин всегда был православным христианином, просто он поддался этому влиянию. Но я не уверен с этим, не в смысле, что я с этим согласен. Мне просто нравится его позиция, нравится его аргументация. В чем разница, когда нет Бога и нас, люди выше, и когда сегодня есть церковь, нас на месте нет? Я просто не могу с вами согласиться, что без Бога и нравственных случаях. Друзья, 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 просто время у нас закончилось, поэтому можно завершающий тезис или от усыпающего, если есть? Нет, это независимая республика. Хорошо. Ну, в общем, я столкнулся действительно с огромной качественно-критических вопросов. Жалко, что так мало времени, можно потом фуларно все это обсудить. Дело в том, что мой главный тезис, то есть вывод, я хотел сделать следующий, что мне хочется, чтобы современное сообщество, особенно оппозиционное, не воспринимало церковь как однозначного врага и понимало, что враг находится внутри церкви, а не сама церковь. То есть самый главный вывод это мой враг внутри церкви есть, но не сама церковь. Спасибо. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ